Нафиг слушать джаз, если есть попса. Да. Короче говоря, Стас Михайлов гораздо доходчивее. Вообще Владимирский Централ гораздо проще, чем 11-я симфония Шостаковича. Владимирский Централ это просто... Я вас уверяю, что проще. Так почему не слушать Владимирский Централ и забыть про Шостаковича? С какого тогда перепугу надо слушать 11-ю симфонию? Здравствуйте, Жанна. Ну, как представитель, наверное, молодежи, которой все меньше и меньше. Но мне, например, хочется сказать в защиту именно то, что через интернет, кстати говоря, мы узнаем очень много всего интересного. Жанна, в защиту кого вы выступаете? В защиту людей, которых вы, как говорите, все меньше и меньше. Молодежи, которые слушают такую какую-то семью. Которые способны на усилия. Да, способны воспринимать музыку и так далее. Мне кажется, что ее становится наоборот, все больше и больше. И именно за этим молодые люди как-то стараются что-то в интернете. Сейчас это так настолько через YouTube, через тот же самый. Да там полно всему. Все это можно смотреть. Но, но... К тому виду, что нужно правильно в поиске забивать все, наверное. Вот. И мне кажется, что здесь я категорически не согласна. Да, молодежь, она всегда во все времена разная. Мне кажется, что сейчас мы как-то растем, растем. И Даниилу Борисовичу спасибо большое за джаз-фестиваль, который он привозит сюда в Самару. А в этом году это было просто замечательно. Столько много всего интересного. Вот. И как бы на этом, наверное, все. Я думаю, что Даниил Борисович может быть согласится со мной, что нас становится все-таки больше, а не меньше. Кстати, Даниил Борисович ничего по этому поводу не говорил. Это у меня большие сомнения в этом. Здравствуйте, меня зовут Мария. А я считаю, что ни больше, ни меньше. Люди всегда во все времена одни и те же. Дело как раз вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, в некой засоренности эфира, телевидения. Нашу современную молодежь просто не воспитывают. Очень часто молодые люди, они даже не знают, что им нравится. Они слушают по привычке, потому что это отсюда, из микрофонов, по радио, по телевизору звучит определенный уровень музыки. А где же молодежный нон-конформизм? Вы знаете, вот, например, несколько моих знакомых я силком затащила в эту филармонию. И как раз тот джазовый концерт Даниила Крамера. Теперь вот уже несколько лет они покупают абонементы, они ходят на все концерты джазовые. Они даже не знали, что им может нравиться такая музыка. Теперь они любят джаз. Это лишь говорит о том, что они просто в своей жизни особо с хорошей музыкой не сталкивались. Они вот слушали как бы по привычке, что повсюду звучит. Они не вырабатывали свой собственный вкус. Понятно. Спасибо вам. Люди становятся старше, только после этого они как-то вот начинают искать, что же им по-настоящему. А молодежь, она по большому счету слушает лишь то, что слушают все. Вы даже не подозреваете, насколько глубоко вы копнули, вы просто не знаете. Как дикари не знали цену земле, которую они продавали на Манхэттене за связку БУС. Они продали остров Манхэттен за связку БУС. Так вот вы даже не подозреваете, куда вы копнули. Но это подозреваю я, потому что я изучал этот вопрос. Вы констатируете факт, что молодежь слушает то, чем ее кормят. Но вы даже не подозреваете, как тщательно вас кормят тем, что вы едите. И насколько иногда я испытываю чувство безнадежности. Вот тут можете меня называть пессимистом. Потому что при полных залах, давая не меньше сотни, а иногда и 140-150 концертов в год, я все же могу поговорить с вами, ну сколько будет вас? 10 тысяч? Ну не 10, может быть 20 тысяч за год. Одна единственная телевизионная передача охватывает 20 миллионов. И эти передачи идут каждый день. И уже около 15% сцены занято тюремным фольклором. На этом растут дети. Это называется шансон, если я правильно понимаю. Черт бы побрал того журналиста, которым первым изобрел термин русский шансон и прилепил его к этой тюремной баланде. Гореть ему в аду. После чего бедная Леночка Камбурова сказала, что больше никто не смел называть меня шансонье. Друзья мои, к сожалению, я бы рад согласиться с теми двумя девушками, которые выступали. Но у меня гораздо более мрачные мысли по поводу того, к чему целенаправленно приучают современную молодежь. Как там сказал господин Жириновский? Нам нужны тупые и здоровые, да? Данил Борисович, можно на этом месте я вас попрошу вот это настроение сыграть. Ни за что. Ни за что. Упаси меня Бог. Все, что я играю, противоречит тому, что я говорю. И это правильно. Это так и надо. Друзья мои, единственное, для чего стоит пробовать жить. Вы даже, это я человек, который с трех с половиной лет занимается искусством, я знаю, какая это страшная сила. Я знаю, на что способны гармонии, нужным образом подобранные, они сильнее гипноза. Я знаю, на что способна в нужное время включенным нужным образом нужная музыка. Я знаю, на что способны нужным образом подобранные децибелы в нужных тембрах и в нужных регистрах. И я знаю, как это на вас действует. И я знаю, что этому практически невозможно сопротивляться. Это наркотик. Тогда давайте вы прямо повоздействуйте на нас уже. А я данной темой хотел бы задать вопрос. Когда я был маленьким, я включал телевизор и натыкался на такую передачу уроки джаза с крамером. Ну тогда я был маленький и думал, скучная какая-то дребедень, ничего не понимал. А вот теперь хотелось бы посмотреть ее, но найти нигде ее невозможно. В интернете там видеокассеты какие-то же, но это бесполезно. Итак, вопрос. Хотите ли вы, ну то есть продолжите ли вы снимать эту программу? Или может быть какие-то старые выпуски когда-нибудь появятся на телевидении? Ваш вопрос выдает ваше полное незнание ситуации на российском телевидении. Вы даже не представляете себе эту ситуацию. Особенно не представляете себе ситуацию того периода, когда существовала программа «Рок. Урок», внутри которой я и делал эти несколько минутные передачи. Они мне не принадлежат, сэр. Со мной даже контракт не подписали. Меня попросили помочь. И я помог. После чего я потерял все права на эту программу. Как только я, как потом оказалось, раскрутил время на «Рок. Уроке», некая известная всем фирма, занимавшаяся электронными инструментами, которые демонстрировались на этой программе, как мне опять же сказали, решила, что будет гораздо интереснее, если она выкупит это раскрученное время. Когда пришли тысячи писем с просьбой продолжать этот «Рок. Урок», телевизионные работники с улыбкой смотрели на мешки с этими письмами, которые валялись на полу, потому что они не имеют никакого значения для телевидения. Для телевидения имеет значение только рейтинг. Больше ничего. Сколько вас посмотрело данную передачу. Поэтому, смотря плохое телевидение, вините в этом прежде всего самих себя. Если вы смотрите, там на мониторах отображается, сколько вас его посмотрело. И чем больше вы смотрите плохих передач, тем больше вы их имеете. Продолжение следует...